тема финансовый потолок у твоей психики есть финансовая емкость и мало того эти больше скажу ты сейчас зарабатываешь столько сколько ты достоин столько сколько ты себе позволить сначала мы начнем с такого с низкого потолка допустим ты живешь в мире где ты зарабатываешь тысячу долларов и ты хочешь оказаться в мире где зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц что нужно для того чтобы сделать в этот старт во первых есть такая формула изменений бэкхарда в одной части уравнения это неудовлетворенность очень важно понять чем ты недоволен умноженное на видение vision и помноженное на первые шаги и вот эта левая часть должна быть больше чем сопротивление внутреннее твое сопротивление а и тогда происходит изменение если эта формула она будет равна или меньше с этой стороны то ничего в той жизни происходить не будет и для того чтобы вскрыть вот эту неудовлетворенность внутреннюю ты должен из этого уровня попасть вот сюда хотя бы мышлением с 1000 долларов на 10 тысяч долларов что для этого нужно нужно взять эту 1000 долларов и представить как будто ты зарабатываешь десятку и понять какие бы аксессуары носил тот человек тот ты когда бы ты зарабатывал 10 тысяч долларов у женщин это всегда не выбирают сумки или там туфли бижутерию какую-то какое-то украшение мужчинам я бы рекомендовал туфли кроссовки ремень часы как нужно делать чекап вот чтобы ты из этого купил и кто-то где там обувь а вот теперь остались часы и ремень человек часы тогда блин ремень очень важно найти такую вещь которую ты не оправдаешь она очень должна быть сильно контру интуитивная и цена стоимость за эту вещь должна быть за гранью добра и зла твоего сознания за грани добра и зла и ты покупаешь эту вещь теряешь сознание не за три дня ты ноги отказывает ты не ходишь ползаешь до туалета блюешь там опять возвращаешься с тобой происходят какие-то внутренние изменения и первый порыв что сделать вместо того чтобы одеть и носить люди идут и сдают обратно в магазин и такой человек это не обрыв нейронных связей это он просто попробовал и сдался и так часто он жизни делает и о и вряд ли он когда-то разбогатеет я рекомендую купить и умереть прям там же да на месте у тебя будет по носу откроется температура должно прям сильно быть плохо это хорошо мало того тебе плохо ты приезжаешь домой одеваешь эти часы и ремень или чего-то там купил ложишься и короче болеешь какой-то момент ты будешь смотреть на эту вещь и думать какой же я дурак что купил я бы чуть не наделал я же мог спасти всех детей короче который бездомных всех накормить на эти не но ты одеваешь и идешь на улицу на работу к родителям к знакомым и тебе будет казаться что все смотрят и дубы и думать что какой-то дебил в течение месяца ты будешь не принимать будет полное отторжение этой вещи но нужно себя заставить ходить почему потому что если ты уберешь эту вещь в шкаф и подождешь два или три года эта вещь эмоционально обесценится и когда она выровнится своим уровнем то будешь ее носить нормально и ты не будешь болеть это опять себя обманул поэтому берешь и носишь и представь ты купил часы и вот так вот чужих поцарапал и насколько там вот эта цена твоей царапины да каждый раз будет у тебя следующий этап принятия будет тебе будет казаться что это обычная вещь третий этап ты начнешь мерить людей брендами ты будешь смотреть на человека если сумка у него дешевле чем у тебя ты не будешь с ним разговаривать или будешь разговаривать высокомерно и это первый звоночек того что ты мудень того что твоя твое непомерное эго стало больше тебя это первый признак того что ты твоя темная сторона вышла наверх в этот момент очень важно проработать свою гордыню и когда ты покупаешь такую триггерную вещь поставь google календарь ровно через шесть месяцев у тебя включится вот эта гордыня я проверил уже не на одном человеке поставь себе будильник гребанное эго в этот момент ты идешь на улицу подходишь к людям и говоришь здравствуйте дайте денег твоя задача собрать минимум тысячу тенге просто попросить просто так не для чего просто так ты ходишь попрошайничаешь все что больше тысячи деньги это твои деньги допустим ты собрал пять тысяч тысяч ты отдаешь кому-то другому не трожь бомжей никого там таксистов не надо там на чай официантом ты отдаешь нормальному человеку жена не это тебе брат все твое эго тебя поколбасит немножко попушек ты можешь это делать 5 дней лучше сделать это 21 но хотя бы один раз твое эго немножко померкнет вот и все пользуйся как ты думаешь насколько этот совет полезен и сделаешь что его или нет какие трудности ты вспоминаешь на пути этого упражнения и вообще правда что его так сильно тормозить тебя или нет а ты пробьешь свой финансовый потолок напиши